Мы продолжаем с вами знакомиться с плагином меню в Elementor Pro и как работают шаблоны. Меня зовут Федор Васильев и давайте продолжим в этом видео. Прежде чем мы перейдем к настройкам меню, хочется немножко более детально затронуть настройки шаблонов. Во-первых, страницы. Например, мы создали какую-то страницу и хотим сохранить ее как шаблон. То есть вот я главную с вами делал, перехожу в редактор в Elementor, стрелочка вот здесь рядом с кнопкой обновить, сохранить как шаблон. Здесь просто пишем название шаблона. Я напишу демо и сохранить. Все, это попадает, смотрите, вы помните вот это всплывающее окно, библиотека, да? Вот демо названия этого шаблона, тип страницы она, Федор, то есть это я создал, дата и ссылка смотреть, то есть вот эта страница. И вставить. Соответственно, я могу на любую страницу, открыв вот эту библиотеку, вставить, то есть эту страницу куда угодно. Также есть такие здесь три точки, я могу экспортировать. То есть это уже идет экспорт в файл json.json, вот вы это видите, на компьютер, чтобы потом я мог переместить на другой сайт с использованием Elementor. Или я отсюда просто это удаляю. То есть из библиотеки я удаляю. Я немножко неправильно вам рассказал про эту кнопку. Импортировать шаблон. То есть если мы сюда нажимаем, вот как раз таки импортировать шаблон в библиотеку, то есть с компьютера. Вот как раз тот самый файл json или zip. Выбрать файл из компьютера. Просто загружаем в библиотеку, например, это у нас сайт 2. Далее кнопочка сохранить. То же самое, сохранить страницу в библиотеку. Название страницы и сохранить нажимаем. И, возможно, возникнет какая-то путаница у вас именно вот с этим сайтом, если вы за мной делали. Смотрите. Если мы сейчас смотрим о нас, мы видим, что мы находимся на ней. Здесь используется шаблон. Именно шаблон header, который мы делали в прошлом видео. Здесь используется тема hello. Но если я перейду на главную страницу, здесь почему не подставляется синяя шапка? Она, по идее, должна подставиться. Вот у вас здесь может возникнуть вопрос. Я объясню, почему. Просто в редактировании главной страницы, вот здесь, я не использую тему hello. Здесь я выбрал холст элементар. Видите? И здесь на холсте элементар просто я добавил плагин меню. И получается, к холсту элементар не добавляется у нас с вами заготовленный вот этот вот шаблон header. Он не добавляется. То есть это легко проверить. Смотрите, я просто если здесь выберу по умолчанию, страница обновляется. Вы сами это видите. Сразу же подставляется. Наверху у нас шаблон header, который я делал в прошлом видео. То есть вот так это работает. Если тогда и на главной мы используем данное меню, вот это слово главное я скрываю. Вот это меню, которое просто здесь добавлено, получается, оно здесь уже не нужно. У нас здесь будет подставляться к главной странице шаблон header, где у нас логотип, меню и поиск. Обновимся, убедимся, перейдем на главное. Все. Здесь теперь как бы все становится на свои места. Единственное, мне мозолит глаза пример страницы. На самом деле у меня это дефолтная страница. Я ее не использую. Я просто перехожу в меню. И отсюда мы также можем легко удалять пункты меню, сохранить. Тема урока меню, но мы все никак с вами до него не доберемся. Сейчас будем разбирать. Вот все-таки еще с логотипом. Смотрите, все просто. Если вы действуете также за мной по всем этим урокам, то используйте тоже тему, внешний вид темы, темы hello. Настроек там нет, но мы здесь загружаем логотип с вами. Заходим в свойства сайта. Вот здесь видите логотип. У вас должен быть заготовлен какой-то графический небольшой логотип. Я загружу логотип с компьютера. Например, вот этот логотип. Я выберу не обрезать. Смотрите, страница обновляется. Ну да, логотип здесь не совсем подходит. Буквы темные на синем фоне, но это не важно. Я к тому, что, как я и говорил в прошлом видео, я лишь загрузил логотип там, где надо. То есть это загрузка через шаблон. И он тут же отображается автоматически именно в плагине, который я добавил также в прошлом видео. Ну и детально настроить, например, там отступы или еще что-то, это можно уже в самом плагине. Здесь нажимаете опубликовать, выходите из шаблона. То есть прямо на главной странице можете видеть, что шаблон, что логотип у нас применился. Все нормально. Для редактирования, соответственно, логотипа у нас же это шаблон. Мы переходим с вами в шаблоны, сохраненные шаблоны, опубликованные, шапка сайта, редактировать в Elementor. И уже здесь, по карандашу я кликаю, да, здесь, смотрите, манипуляции. Ну, в данном случае я не могу выбрать подвинуть, возможно, здесь просто мало места. То есть это выровняйте лево, логотип, центр, право. Размер изображения здесь вот как раз-таки можно играться. Вот вы видите, какие-то размеры там у нас получаются. Меньше, больше, свой размер. Если свой, то здесь задаете свой размер логотипа и нажимаете готово. Можно подвязать ссылку. Обычно логотип является ссылкой на главную страницу, да. Если я выберу нет, обновлюсь, обновлю сайт. То у нас логотип как бы никуда не ведет. На самом деле просто выбираем произвольную ссылку, сайт URL, обновить. Логотип является ссылкой и как бы ведет на главную страницу сам на себя. То есть и так, в принципе, это должно быть. Так что здесь вот оставляем как есть. Настройка особо немного у логотипа, да, стили. То есть вот видите, ширина, максимальная ширина, обычный. То есть при наведении тоже можно сделать какие-то манипуляции. Например. Видите, он меняет цвет у меня на зеленый. То есть я тут буквально немножко манипуляции сделал. Ну и расстояние также. Ну и эффекты движения. Все здесь можно назначить отдельно для логотипа. Здесь уже, я думаю, вы разберетесь. А давайте все-таки более детально разберем сам меню, да. Плагин меню. То есть также я перехожу по карандашу меню. Меню у нас вот здесь выбирается. Это меню, которое создано в самом WordPress. Их может быть несколько меню создано. И тогда есть выбор. Так как больше меню нет, у нас меню здесь одно. Лайаут. Горизонтальное. Горизонтальное меню. Можно сделать его вертикальным, вот так, как вы это видите. Дропдаун. То есть это выпадающее меню. Это гамбургер. Это обычно для мобильного меню делается. Я делаю горизонтальное. Олеган это выравнивание. То есть смотрите, вот можно по центру сделать его. На ваше усмотрение. Смотрите, дальше вот эта опция. Это анимация полоски. Вот если я навожу мышь на меню, видите, внизу зеленая полоска. Скажем, вот это. Это у нас полоска наверху. Вот это. Это двойная полоска. Здесь просто надо поиграться, посмотреть, что лучше выбрать. Такая вот полоска. Background. То есть это, видите, прямо заливка. Давайте так и оставим. Дальше анимация. Фет. Это проявление. Дальше. На ваш выбор glow. Это, видите, изнутри анимация. Вот этой зеленой кнопки у нас возникает. Здесь на самом деле просто надо посмотреть то, что вам больше подойдет. То есть разного рода анимации. Или вообще можно анимацию отключить, выбрав non. Дальше субменю индикатор. Изначально у нас классик. Классик, то рядом маленькая стрелочка. Появляется с таким нашим меню. То есть это просто смена вот этой стрелочки, которая указывает на то, что этот пункт имеет вложенные пункты меню. Или плюсик. Видите, там можно оставить такой плюсик. Дальше mobile, drop down и break point. То есть это на мобильном устройстве. На какой точке остановки появляться мобильному меню. То есть мобильное меню. Это у нас вот такой гамбургер. Здесь уже надо смотреть от размера меню. Сколько у вас пунктов меню. Может быть есть предпочтение на какие устройства вы рассчитываете. На какой размер. Здесь либо мобильное меню. То есть 768. Только тогда будет появляться мобильное меню. Или вообще нет. Тогда мобильное меню не будет. Но я оставляю также на планшете. Как бы вот тейбл. Full ширина. Выключено. То есть во всю ширину. Отображать меню. Здесь на самом деле написано, что растяните. Раскрывающийся список меню во всю ширину. Имеется ввиду вот этот раскрывающийся список. При каких условиях он отрабатывает. То есть смотрите. Если я беру планшет. То вот он. Вот он. Видите. Получается во всю ширину. Так же и на телефоне. Вот он во всю ширину. Если нет. То он как бы здесь по краям получается у нас зазор. Некий отступ. Поэтому здесь на ваше усмотрение я во всю ширину в принципе здесь не делаю. То есть вы должны понимать. Все настройки ниже вот этого названия Mobile Dropdown. Это все настройки для мобильного меню. Получается чтобы вы просмотрели это как это выглядит в реале. Вам надо перейти на планшет например или на мобилу. Чтобы это все видеть. И получается смотрите дальше опция. Центр. То есть раскрывающийся меню. Название пунктов видите по центру. Или по левому краю. Показывать ли вот эту кнопку гамбургер. Который у нас еще не настроен. Она еле видна. Она темная. То есть получается если нет. То выпадающий список есть. А вот этого гамбургера кнопки нет. Ну понятное дело что мы ее здесь оставляем. Если она есть. То у нас еще есть выбор как ее выровни. Смотрите. Рядом с логотипом она здесь. Она по центру. Или я не думаю что наверное я буду делать отдельное видео по настройке мобильного устройства. Я думаю здесь человек разберется сам. Если же все таки будут много запросов о том что не получается. И надо тоже показывать настройки мобильной версии например шаблона. То возможно я запишу еще одно видео. Я уже сейчас даже не помню. Я когда записывал бесплатную серию уроков. 17 уроков именно про бесплатный Elementor. По моему я там показывал как вообще работает принцип мобильного настройки именно в Elementor. Здесь по сути все то же самое. Мы с вами рассмотрели содержание. Дальше стили. Ну это наверное уже самое интересное. То есть типографика. Здесь семейство шрифтов. Например также Ubuntu. Это тот шрифт который я загрузил на сайт. Об этом у меня был ранний урок. Размер. Давайте я здесь возьму компьютерную версию чтобы я сразу видел. Размер. Ну понятно размер букв. Ну в принципе здесь и так нормально уже стоит. Я менять не буду. Ну в принципе здесь настройте сами под себя. Я вот это настраивать не буду. Именно Normal. Сейчас типографика именно Normal. Нормальное состояние это когда вот сейчас кнопки на них не наведена мышь. Они как бы не активны. То есть я не перешел на главный пункт или на у нас. Это Normal. То есть Hover вот эта кнопка. Это при наведении. Вот когда я навожу. То есть мы сюда кликнем и сейчас рассмотрим настройки. И активная кнопка это та кнопка на той странице на которой я нахожусь. Например я перешел у нас. Нахожусь на странице у нас. И получается кнопка у нас она активная. И можно как-то ее по-своему украсить. Соответственно состояние Normal. Text Color. Здесь можно выбрать цвет белый. У нас он уже выбран. Любой цвет можете выбирать. То есть горизонтальный паддинг. Смотрите видите это. Сейчас вот отступы между пунктами. Я в принципе ничего не сдаю. Также вертикальный паддинг. Вертикальные отступы. Тоже вот некий отступ. Вот это вы видите я играюсь. Border Radius. Border Radius это скругленные углы. Смотрите. Но это скругленные углы видны именно только когда есть заливка кнопок. Вот при наведении их видно. Я не буду делать скругленные углы. Итак мы с вами рассмотрели Mind Menu. Дальше идет Drop Down. Drop Down это все что в выпадающий список у нас с вами. И также здесь есть состояние Normal, Hover и активное. Текст Color смотрите у нас как бы серые буквы. То есть если я выбираю например оранжевый чтобы просто посмотреть. Видите они оранжевые стали сейчас. Пускай они будут черные. Дальше Background Color. У нас меню по сути сейчас зеленое. Но на синем ну как бы пускай так оно и будет. Пускай тогда здесь тоже будет некий зеленый цвет. Какой нибудь вот такой. При наведении мы с вами еще дойдем до этих кнопок. Вот если у нас вот такой зеленый. Тогда нам получается нужно пункты меню. Текст Color сделать белый. А иначе будет плохо смотреться. Вот так. То же самое типографика. Будет шрифт Ubuntu. Насыщенность. Видно что у нас сейчас пункты под наклоном. Да я не хочу делать под наклоном. Сделаю жирным. Ну или просто можно выбрать 500. То что у нас с вами было выбрано. Когда мы с вами свои стили загружали. Загружали именно шрифты свои. Посмотрите этот урок если вы не смотрели. Те кто не смотрел урок про шрифты. Сейчас возможно вам будет непонятно. 500 я не просто так выбрал. У меня действительно у Ubuntu. У загруженного шрифта есть там выбрано 500. При этом раскладе нормально выглядит под пункты меню. Шрифт немножко тоньше нежели у самих пунктов. Как бы это нормально. Далее по всем параметрам я пробегаться не буду. И думаю здесь и сами разберетесь. То что можно сделать границу. Тень объекта можно сделать горизонтальный паддинг. Это отступ вертикальный паддинг. Тип границы можно выбрать. Дистанция. Это смотрите отступ видите под пунктов от самого меню. Видите какой большой отступ. Я здесь отступ не задаю. Дальше. Вот это у нас настройки. Относится именно к мобильной. Вот этой вот кнопочке. Смотрите цвет. Я возьму желтый. Желтый. Вот видите сам гамбургер. Вот здесь вот стал желтоватый. Background. То есть вот выделю чтобы ее было видно хорошо. Это normal. Дальше. Размер этой кнопки можно выбрать. Размер задавать не буду. Border. Ширина. И border. Радиус. То есть можно сделать вообще ее круглую. И hover. То есть при наведении. Ну надо по идее чтобы она немножко меняла цвет. Поэтому я здесь возьму color красный. А здесь возьму например тот же желтый. То есть вот так чтобы она менялась. Получается у нас вот такого рода меню. Возвращаемся. Теперь снизу наверх по настройкам идем. Drop down. Выпадающий список. На компьютерной версии. Hover. При наведении. Видите как все гибко можно настроить. То есть цвет текста. Оставляем такой же. Но при наведении у нас серые. Вот эти под плашечки. На ваше усмотрение. Смотрите. Они теперь оранжевые. Видите. При наведении. Вот здесь теперь оранжевые. Смотрите как вам лучше. Даже можно сделать прозрачность. Ну тут плохо это видно. Но где-то это можно применить. То же самое. Здесь я не рассказываю. Абсолютно идентичные настройки. И активное. Не забудьте. То есть это когда человек прямо кликнул на этот пункт. Его все равно не будет видно. Потому что под пункты они сворачиваются. Но вы тоже здесь это можете настроить. То же самое. Возвращаясь к основному нашему меню. Hover. То есть при наведении. При наведении. Например. Вот это сделаю оранжевый. Вместо зеленых. Вот. Будет оранжевый. То есть тут на ваше усмотрение. Тоже здесь особо не останавливаюсь. Отступами. Поиграйтесь. Если хотите. Все это сделайте. Ну и активное. Это когда. Перешли прямо по кнопке. Смотрите. Я возьму какой-нибудь вот такой зеленый. Чтобы вы понимали отличия. И. Ну здесь. Именно текст сделаю белый. Давайте обновимся уже. Пойду на сайт. Обновлюсь. Смотрите. По центру. Главное сейчас активное. Вот она зеленая. Который мы тоже сделали цвет. При наведении оранжевое. Под пункты зеленые. При наведении оранжевое. Соответственно. Если у нас. Обратите внимание. Активная кнопка. Она зеленая. То есть. Я сейчас не слежу за цветами. Я думаю вы настроите уже так как вам нужно. Думаю здесь уже все понятно. И прямо здесь. Правой кнопкой мыши. Можете. Имитировать мобильное устройство. Прямо на компьютере. Просмотреть код элемента. Вот здесь. Вот есть такая иконочка. Видите. Как выглядит у вас логотип. Поиск. Он уже в принципе смотрится неплохо. Хотя я мобильную версию вообще не настраивал. Вот так вот вылазит у нас мобильное меню. И обратите внимание. Я настроил меню только в одном месте. Только в шаблоне. Смотрите. Я гуляю по страницам. И у меня меню идентично на всех страниц сразу. То есть. Будь у меня 100 страниц. И если я хедер назначил для всех страниц. Видите. Он сразу везде поменялся. То есть. Везде идентичен. В каких-то случаях это очень сильно сокращает процесс. Создание сайта. Если плагин Elementor Pro вас заинтересовал. Вы можете купить его по ссылке в описании под этим видео. Таким образом поддержав меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok